Он встает каждый день в 4-5 часа утра. Встает и выходит в огород, чтобы копать землю. Вот картошка, капуста и прочая огородная мелочь у него, пожалуй, лучше, чем у всех в деревне. Это не потому, что ему больше других надо. Живет он вдвоем с дочерью, ну а много ли надо вдвоем? Просто это потому, что он ничего не умеет делать плохо. В деревне об этом говорят по-разному. Он полюбил природу и живет, все время занимается этим. Ведь вот я вчера был у него, интересно разговор был. У него же огород большой-большой, и он ведь обрабатывает все сам. Я говорю, Теренть Семенович, вот огород-то у вас большой, зачем он вам? А он говорит, Григорий Миколаевич, так мне постепенно от власти сейчас оттирают. А здесь уже никто не ототрет. Ну, насчет оттирания от власти, это должно быть стариковское ворчание. За его плечами большая жизнь. И вот, чтобы рассказать об этой жизни, мы и переехали к нему. Лауреату государственной премии, почетному академику Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, герою социалистического труда, депутату Верховного совета РСФСР, Терентию Семеновичу Мальцеву. Вернее, не для того даже, чтобы мы рассказывали. Мы просили, чтобы он сам рассказал о своей жизни. Давайте так сделаем. Я буду, напишу, аппарат поставить, куда меня будет, не видно. А как? Я буду читать и говорить. Ну, по писаному-то плохо. Вы же так здорово говорите, Терентина. Так не говорите. Не говорите. Честное слово. Хоть голову отрёшь, но вот не могу. Ну, что я сделаю? Ну, что я сделаю? Я вот, ну, рад, что я не могу. Прямо удивительно. Это же не первый случай. Не всегда так вот бывает. Ну, и мысли же действовать. Без движения. Терентина Семеновича, может, мы так сделаем? Может, мы пойдём без записи звука, просто чтобы вы нам расскажете под съёмку? Сначала давайте звук запишем. То есть, звук ещё запишем. Да. Только всё уберите. Тогда будем. Ну, как же мы всё убьём? Мы же не можем... Да работа же тогда. Я вам когда покажу, посмотрим, мы подберём, которые фотографии, а потом не заснимаем. Вообще эмулетом. А к тому, что мы в результате это сделаем. Ну, делайте, что ж. Ну, делайте, чего ж, сказал Терентий Семенович. И вот, что у нас получилось. Марселло. Да. Примите, пожалуйста, телеграмму. Говорите. Правительственное. Москвы. Москвы правительственное. Дорогой Терентий Семёнович. Дорогой Терентий Семёнович. Центральный комитет ВЛКСМ. Центральный комитет ВЛКСМ. Горячо и сердечно поздравляю вас с 75-летием со дня рождения. Ваш жизненный путь – яркий пример для воспитания подрастающего поколения. ЦК ВЛКСМ. ЦК ВЛКСМ. Мальцево. 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 Международная из Кветвенбурга. Международная из Квле... Квет! Квет! КВ! Квет! 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 Давай по именам. Поля, Бася, Елена, Суся. Из Кветвенбурга. Из Кветвенбурга. Кветвенбурга. Поздравляем. Поздравляем. Терентий Семенович, поздравляю вас с днём рождения. Здравствуйте. Желаю еще прожить, хоть уж не столько, но и на благо трудящихся. Мало ли бы еще мы желали, видимо, не созлывает, не созлывает. Я говорю, что вы желаете? Так я мало что бы желал, говорю. Я желал бы вот с новым родителем, да и со всем жизненным опытом. Ну, это не бывает. Не бывает. Не бывает. Это не бывает. Это не бывает. Терентий Семенович поздравляет! Так начался день 10 ноября 70-го года. Вот разные люди собирают разные вещи. Терентий Семенович Мальцев коллекционирует сельские календари. Их у него уйма, начиная с 1909 года и кончая нынешним. Они очень разные, но есть в них общее. А общее то, что в каждом из них есть весна, а для него это всегда было временем сева. В каждом есть осень, а для него это всегда было временем жатвы. Каждый год. И снова весна. Вот клеточки дней. За 75 лет их накопилось много. В каждом и радости, и трудности. Вот об этом, о трудах и днях Терентия Мальцева наш фильм. Если поглядеть отсюда, на север, на восток, на запад, на юг, так это и будет должна быть самая середина России. Южная за Уралью. Места здесь неброские, спокойные, чуть холмистые. Вот от этих холмов и область, должно быть, получила свое название Курганское. На одном из таких холмов разбросала свои дома деревня Мальцево. Стоит она уже 300 лет. С тех пор, как основали ее старообрядцы, которые схоронились сюда от кнута и плахи. Люди истовые, крепкие, упрямые. Называли их здесь кержаками. Ну и, должно быть, обосновал ее кто-то из Мальцевых. Потому что и деревня называется Мальцево, да и половина жителей Мальцево. Деревня необычной судьбы. Вот уже 40 лет она, как говорят, в центре внимания всей страны. Ну, собственно, не все время в центре внимания. Знала она и годы невиданной славы, знала и годы сравнительного безразличия. Все было. Вот в 54-м году, скажем, сюда съехалась чуть ли не вся Академия Восхнил, Сельскохозяйственная Академия. Больше 300 докторов, наук и профессоров. Проходило это совещание под брезентом. Ну, просто натянули, чтобы не так жарко было заседать. А кончилось заседание, брезент сняли, отправили на ток, чтобы зерно прикрывать, чтобы ее дождем не мочило. Ну, и пошли сеять и жать хлеб и заниматься своими обычными делами. И напоминает мне эта деревня, человека. Вот такого человека, который точно знает себе цену. Что бы вокруг ни говорили, а он спокойно и достойно остается самим собой. Он и не все новое примет только потому, что оно в новинку. Ну, и не от всего старого откажется только потому, что оно старо. Само собой, что Терентия Семеновича Мальцева, человека, которому деревня во многом и обязана своей необычной судьбой, вот уже 40 лет бессменного полевода, главного полевода колхоза Завета Ленина, мы прежде всего решили снять в поле. Вот смешно. В 39-м году, это уже сколько лет, 30 тому назад, больше, один молодой газетчик писал о нем, Терентий Семенович, дескать, несмотря на свой возраст, все еще бодр и полон энергии. Вот тогда эти слова были на вырост, а сейчас они пришлись как раз в пору. Землю он, я не знаю, как любит. Землю он любит. Он, мне кажется, так, что без земли какая может быть для него жизнь. Все сосредоточено у него на земле. Он знает вот сейчас участок любой, где подзолы, где суглинок, где черноземы глубокие. Он знает на каждой полосе. У него карта есть. И на этой карте он сам разрисовал, где какая земля, чтобы он вид показал даже. То есть он как посмотрел, так и не знаешь, так и то догадаешься. Где какая земля. Просили его как-то куда-то уехать, то есть в другое место, что лучше тебе условия зададим. Он говорит, нет, ребята, вот старый откус выкопайте, да пересадите, что из него будет. Так и меня. Потому что я родился здесь, и роблю здесь, и умирать буду здесь. Не пересаживайте на другое место. Раз я земельку люблю, так я никуда. Я не представляю себе, вот сейчас многие ведь выезжают, вот как уехать из деревни, как оставить это все. Вот оно все, кажется, у меня вот сколько пашин, тогда на каждом клочке все свой след оставил я. Я вот в своей жизни не видел еще человека такого, который бы так любил землю. Он даже не называет ее земля, он ее ласкательно называет земелька. Вот земелька должна нынче уродить. Вот это хорошая земелька. Вы посмотрите, как он, когда вы ее встретите на пашне, как он эту землю держит на руке, как необыкновенная какой-то, необыкновенная драгоценность, как необыкновенный клад. Вот такую любовь к земле. Я трудно очень другого человека встретить, который бы нес в себе, в сердце своем, такую любовь к земле. Вот вы представляете себе, огромные у него поля, 10 тысяч гектаров. И вот идем с ним по полю, и если он где-то там далеко увидит вот такую маленькую сориночку, так он извинится, потому что он думает, что ты с ним не пойдешь так далеко, а он не считается, пройдет 200-300 метров и обязательно этот сорняк выбросит, потому что он мешает именно получать крестьянину хлеб. Мальцево не помнит неурожайных годов, но осенью 70-го, когда мы приехали туда, хлеба было особенно много. И все с тревогой глядели на небо. Будет дождь, не будет, удастся ли сухим убрать зерно в стопе. Больше зерно. Зерно не плохое? Нет, зерно не плохое. Нет, нет. Неплохое зерно. Ну, и все. Прямо-прямо сюда, сюда зайди. Шовок надо подать ему. Сейчас я подам полотну. Нет. Нет. Вот в середине тебе побросай. Вот сюда. Я здесь забросаю, и ты тогда бросаешь. Эта сцена очень напоминала эпизод из фильма «Коммунисты». Помните, когда губаны врубят дрова? Мальцев работал один. Час работал один. Потом к нему присоединился вот этот парень. А когда мы кончали съемку, работали уже все. После обеда Терентья Семенович опять приехал и не успокоился, пока все вороха пшеницы на такую не были заправлены, пока дождем был уже не страшен. Вот хочется иногда спросить Терентья Семеновича, ну хорошо, а не трудно ли в 75 лет вот так вникать в каждую мелочь колхозной жизни? Не отдохнуть ли ему хоть немного? Знаю, если отдыхать, так это смертельно. отдыхать, так это смертельно будет для меня, а как же? Я тогда буду чувствовать, что я уже, сказать, отжил, значит, все уже не живу, а теперь я вот чувствую, что я живу в свое, что я забываю, что мне сколько годов. На самом деле я вот забываю, забываю, что... Ну, сам-то я, конечно, чувствую, что уж у меня не трон, подвижности мне такой не стало, ну, все, по скрипу вот везде это чувство, иное вот, моральники такие чувства у меня, как будто все еще... ничего, как будто ничего не произошло. И, ну, и, видимо, придется мне с этой земелькой жить так-то без отрыва. Как это? Без отрыва от производства. Помирай, а жито сей. Вот так, без отрыва. Вот побольше бы так было, вот все бы, ну, побольше бы нашего брата таких было, может, еще бы лучше жилось во много раз, что это, правда сказать. Как он болеет за все, вот. Это уж он не плетает, когда посевнал, сядувший старик, что, думаете, ему спится? Кто его раньше встает во время посевной? Ну, где-то там уж вырастет, так уборку ее уж это облегчает. А вот, да пока это не зайдет пшеница, или посеют до него время, дождь пройдет. Для него тоже это болезнь, ему тоже не спится. Или что-то случится, выдержку делать, вот как-то позапрошлый год. Я не знаю, думала уж он ковырнется на тот свет, даже как он переживал. Начались даже нет, нет, холода, холода, всходы не получается. И, в общем, так он, он прям бесился. Он просто невозможный, он болеет, болезнь такая, он не может. Удорка, там, скажем, по февнале, и пьют, ну как же это так? Он даже удивлен и поражен этим, он не может это представить, как это так, ну, бесчувствительно к этому отношению, как это эти, вот, мол, раньше сели, как-то болели всяк за свое, а почему вот сейчас не болеть? День строителя. Как будто бы у нас какая, какое строительство похоже. Ну, а строители, одни-то не бурзают, это... Они и так каждый день, но у нас в этот день вовсе напьются. Теперь устроили день животновода, солнечный день, это хороший был, сено поспел убрать, тысячи бы центнеров наметали. Так организованную пьянку сделали в поле, там, это, водки привезли, значит, это проводили день-то, ну, а там животноводы, кто-то, хотя он с собой-то ведет, да и вся деревня перевала, все, ну, дни будут. Чего-то раньше? А на сегодня год-дождь, и все, она лежала три недели, мышила его. Любит трудолюбие и качество работы. Он ведь всегда говорил, не тот, говорит, пахарь, который пашет, а тот пахарь, который, говорит, любуется своей пахотой. Не тот, говорит, пахарь, который хорошо пашет, а тот, который любуется своей пахотой. Ну, это ведь относится не только к пахарю, к любой работе, что надо любоваться своей работой. То есть, если своей работой не любуется, ну, кому безразлично хороша, она или плохая. А когда вот ему самому нравится, что я делаю хорошо, значит, вот это важно, это важно. А здорово, что вы нашли у Ангельгарта эти замечательные слова о пахаре, писал Терентью Семеновичу его большой друг, писатель Валентин Овечкин. Сейчас найдем. Есть такое дело. По делу. А иногда и не по делу, а просто посидеть, послушать. Приходят люди к Терентью Семеновичу. Народу иногда набьется, не протолкнешься. Вот это прочитайте, и это прочитайте. Слух. А вы сами прочитайте, Ангельгарта. А мы послушаем. Ну, ладно. Никуда не годен хозяин, который покупает то, что он может получить от собственного имения. Плох глава семьи, делающий днем то, что можно сделать ночью. Кроме как в случае непогоды. Хуже тот, кто в будние дни будет делать то, что он должен делать в празднике. Но хуже всех тот, кто будет в ясный день работать скорее в помещении, чем в поле. И справедливо говорят, что больше пользы приносит хозяйский лоб, чем затылок. Госиздатели где, чтобы переиздали? Да, у меня была, у меня есть, она была в 37-м году. Такой хендарщик у меня был. Ну вот мне захотелось, чтобы ее издали побольше, чтобы люди познакомились. Ну вот они издали, но очень мало. Не дошло до нас это. Тереш-то маленький. Сколько тут? Три тысячи. Три тысячи. Теперь вот еще по моей инициативе ездил в Манделеев работы по сельскому хозяйству и лесоводству. В личной библиотеке Терентьяя Семеновича пять тысяч книг. В Темирязев говорил, у человека должен быть аппетит к знанию. У Мальцева аппетит неутолимый. После спорого съезда колхозников-ударников мне там удалось познакомиться с одним человеком сумным, который мне порекомендовал, что, товарищ Мальцев, если вы хотите заниматься серьезной наукой, то начните не с легкого, а с трудного. И порекомендовал мне книги какие купить. Я там же купил. Какие? Антидюринг Энгельса, Диалектика природы и целый ряд еще книг других. Вот он идет обычную город, вот, понимаете, я пешком ходил. Вот эти в 30-е годы. Я был районным агрономом, там какое-то совещание, и все. Вот идет. Значит, в одной руке книга, а дальше сапоги за ушки. И вот, значит, идет по дороге и читает, и сапогами болтает. Доходит до соснового бора. Здесь, когда в город заходить, одевают сапоги. По городу идет, значит, в сапогах. Вот все ходит. Потом, значит, обратно идет, значит, тоже. Когда бора дошел, сапоги снял, снова книжку, и дальше, значит, идет. И я буквально несколько лет вот все время носил с собой в сумочке эти книги и читал на ходу. На ходу лучше усваиваться. Прочитал я, начался с материализма и эмпирокартицизма. А на самом деле словаки даже не знают, что они обозначают. А он мне говорит, раз не поймете, второй считаете, третий, пока не поймете, не вступайте. Прочитал три раза материзм и эмпирокартицизм Ленина. Мало понял. И вот мне попала под руки книга, она служила вводной книгой к этому, по этим заглавам. Прочитал. Ага. Давай раз, третий. Кто взялся за Владимира Ильича, у меня глаза помаленько открываться стали. Ведь там нужно было узнать, с кем имел дело, и по каким вопросам имел дело Владимир Ильич. Там, кстати, сложная книга. Это у него врожденное такое тяготение к познанию. Он очень любознателен, хотя и лишен любопытства, но очень любознателен от природы. Вы посмотрите, он же никакого образования совершенно не получал. Так же вот, как можно сказать, как горький Джек Лондон. И вот я помню, что вся игра моя заключалась главным образом в том, чтобы играть в грамоту. увидишь где-нибудь букву, слова, ведь ни книжки, ничего не было. Ну и вот зимой на снегу играешь со своими сверстниками, ну вот палочкой буквы пишешь, слагаешься летом на песочке, угольком на стене. И вот мне сейчас даже трудно сказать, каким образом я научился читать. Как будто мне кажется, что я уже грамотным родился. Сегодняшним ребятишкам трудно представить себя, как это было. Суровая религия двоедан, Петр Первый обложил самых неуступчивых старообрядцев двойной данью. Отсюда и пошло двоедание. Так вот, религия двоедан запрещала ходить даже в церковно-приходскую школу. Грамота становилась запретным плодом. Все, что запрещено, оно кажется слаще. Всегда это бывает, да? Все, что запрещено, слаще кажется. Ну да. А у меня такой случай был в жизни, после того, как вопрос стал о запрещении. Я небольшой был. В избе был один. Отец у меня зимой дверью убивал, снаружи, степлял. Он нес молоток положил, он взбелел. В избе, значит, с морозом. Потом пошел, не ты не надумайся, можно так вот лизнуть. Ушел. Почему же он заскал, чтобы не лизал? Наверное, сладкий, сахар, наверное, насыпал. Ну, я лизнул, приморозил язык. Он пришел, я весь в крови, плачу. Я тебе же говорил, чтобы не лизал. Если бы он не сказал ничего, зачем бы я был встал лиза? Меня отец такой, когда говорил так, вот, сынок, почему земля черная у нас? Она от грехов щернела. Вот раньше она чистая, белая была земля-то, а потом люди стали грешить, да грешить, она вот щернела от грехов-то. Отчего земля черная? Эту загадку во многом удалось разрешить Терентию Семеновичу. Он доказал, что плодородие земли могут создавать не только многолетние травы, как считало большинство ученых. Плодородие создают и рожь, и пшеница, извечные кормильцы человека. Но для этого им нужно обеспечить условия, пахать не всякий год, а если и пахать, то без отвалов. Он стал автором целой принципиально новой системы обработки почвы. Такое раз в столетие появляется. Ведь давайте глубже рассматривать. Вот возьмем Корифееву, сельскохозяйственного, Докучаева, Косточева, Мичурина. Они же ведь не из Сибири, а это все ученые ведь там, в западной части нашей страны. Поэтому после их начали внедрять всю их систему обработки начали в Сибири. Она же не подходит. А сибиряков-то здесь, понимаешь, ведь назовите мне сибиряка ученого, которого такого крупного. Вы не назовете? Я не назову. Так вот, Терентьев Семенович является крупным ученым по Сибири. Потому что он обобщил весь опыт мужиков-сибиряков и стоял насмерть за этот опыт и развил его дальше. Вот это и главное. Главное, что мысли зауральского крестьянина пошли по свету. Что там, где когда-то получали по 8-9 центнеров с гектара, получает по 20-22. Пришло время, и в правоте Терентья Семеновича убедились и его друзья, и его недруги, так сказать, научные противники. Вот помните, мы говорили о совещании 1954 года в начале фильма. Ну, том самом, которое под брезентом проходило. Так вот, на это совещание тогда съехались люди со всей страны. Ученые съехались, партийные работники, председатели колхозов, бригадиры прославленные. И совещание это стало победой Терентья Семеновича. Оказалось, что одно дело прочитать о мальцевских методах, а совсем другое увидеть все своими глазами, пощупать своими руками. Вот для хлебороба своими глазами, своими руками это главное. Но нас интересует и другое. Как сумел крестьянин Шадринского района подняться до такой высоты? Как он набрался смелости спорить с признанными авторитетами? Как вообще сложился этот характер? И вот, чтобы хоть чуть-чуть ответить на этот вопрос, нужно, наверное, обратиться хотя бы к нескольким эпизодам жизни Терентья Семеновича. Вот давайте возьмем в руки вот эту немецкую газету. Недавно в одной из газет ГДР появился заголовок русскими буквами. Добро пожаловать, товарищ Малцев. История этого заголовка любопытна. Началась она давным-давно. В 1916 году крестьянский сын Терентий Мальцев распрощался со своей молодой женой. А он как раз в 16-м году-то и женился только. И отправился далеко от Урала на Галицийский фронт мерзнуть в окопах за веру царя и отечества. И вот там-то в Галиции рядовой Мальцев попал в плен. Попал на долгие пять лет в немецкий городок Кведленбург. Помните, откуда была приветственная телеграмма? Вот это Кве, Кве, принимали еще. Впрочем, в то время он не увидел всей этой уютной провинциальной готики. Зашли в лагерь, что там делается? Уже люди еле-еле ходят, еле живые, собаки все травят собаками. Пища, как вот свинья, все равно говорили. Нас ставили на молитву утром, вечером и настаивали, чтобы мы за своего царя молились. За своего? Да, да, да. Не за их, не за своего царя, да. Работали мы на шоссене-то родили. Работали с нами Мадьяра. И вот один раз один Мадьяр говорит «Русский! Николай Николаевич Капут!» А другой говорит «Не, не их Николай Николаевич, Николай Александрович!» Ну, Капут, значит. Ну, поняли, что, значит, сбросили. Только как-то допытались, а кто там, что никого Михаил говорят сейчас, братьев. И вот дня три мы вместо Николая за Михаила молились. Не знали, какому Богу молиться. Потому что дали Михаила нет. Михаил Николаевич Керенский говорят. Во-первых, мы не знаем, как имя отчества Керенского и как за Керенского молиться. Он не царь. И вот перестали за царя молиться. С этого времени. Солдаты перестали молиться за царя. Эхом октября в далекий Квидленбург донеслись слова. Революция, земля крестьянам, большевики, Ленин. И в жизнь парня из Шадринского уезда вошли тайные сходки, вошла подпольная лагерная газета, митинги. Казалось бы, обычные открытки. Необычные они только тем, что Терентий Семенович привез их из далекого германского плена. Они изданы в 18-м в революционной Германии. Серги ночи часовые облетают нам, включая свет. Русский Ауштейн Индольшланд революцион Кайдер бельгейн на Гольден квет. Русский Маргин Смотрим кокарты вырваны, погоны сняты. Ну, просто мы не знаем, что делать, кто сразу плащет, кто запел, кто еще, просто не знает, что такое делалось тогда с нами. Это оформление лагеря сделано в те дни руками Терентия Семеновича. Уже было известно, что в революционной России отменили твердый знак, а насчет мягкого сообщений не было. И вот на всякий случай написали так «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Я полгода был членом лагерного комитета и в это время мы познакомились с партийной организацией города Кведленбурга. Решено было организовать русскую секцию при компартии Германии. Лагерей было много. Вот это силиша была бы красная армия. Какое настроение это было у пленных-то ведь. У-у-у, что ты, такой революционный подъем был. Перед отправкой домой в лагере уже было 500 коммунистов. Среди них член русской секции германской коммунистической партии Терентий Мальцев. Учетная карточка номер 8. Вот таким он отправлялся домой. Это потом будет добро пожаловать, товарищ Малцев. А пока серточок покрашен чернилами, а вот эта шляпа и рубашка взяты на прокату лагерного кведленбургского фотографа. И вот интересно, когда я уходил на службу, я ни разу статинки не выронил, когда я уходил. Когда я приехал домой, приехал, я когда замараю из той стороны, зимой, снег, в Германии, там такой зимы нет, я соскучился, была многоснежная зима, утром солнышко серебрится, снежок, кружечок на деревьях. Ну вот, сердце радует, просто не знаешь, выехал из лесов ты здесь прямо, смотрю Мальцево, у меня так слезы и брызли из глаз. Было это ровно полвека тому назад, в 21-м году. Вот по этим улицам, таким же заснеженным, бродил парень и всматривался. Уходил он из одного мира, а пришел в другой. Ну, правда, и он пришел не тем, кем уходил, совсем другим. Парню было 24 года. У него были сильные руки, крепкое дедовское упрямство и твердое решение перепахать жизнь по-новому. Ну, я был ученицем, что немцы как будто богу молятся не больше, чем наши мужики, а хлеб растет лучше. Значит, в чем дело? Вот только не вопрос возник. Ну, он и в то время любитель был земли. Он, вот я помню, пахал. Против всего, никто так не пахал на лошадях. у меня плуг был хорошо так пахал, две лошади мне было. Придет, кто-нибудь подъедет, о, брат, как ты, плуг от тебя хорошо идет, дай-ка я попашу. Возьмелся, я вот, и дяжел, и не будет так грех оставить все равно. Досадно это на него. Неспокойное сердце. И я вообще не люблю, когда даже вот работаю, копаю, там снег убираю, если кто тут присутствует, мне не работает, мне хочется, чтобы я один был работал. Вот был такой праздник, Пасха. Люди, значит, все празднуют, не выезжают в поле, а он поехал в поле. Ну, меня отец говорит, ну, сынок, хватишь, чтобы тренинг Бога быть, нет, не будешь, и ты это Бога его. Ну, я стал думать, что дело-то что-то тут не в Боге, в другом. Не по Богу, а по науке. Не в одиночку, а сообща. Так решили самые толковые мужики деревни. Собравшись вокруг Мальцева, они образовали агрономический кружок. Вот как раз в то время рождалось слово опытник. Мальцев стал таким опытником. Он доказал, что сеять в этих местах нужно гораздо позже, чем истории это делали мужики. Кружок стал основой колхоза. У нас колхоз организовался очень дружно, знаете ли, хорошо. А трудно в общем крестьянину все-таки привыкать? Не знаю, у нас, например, первые годы очень хорошо люди работали, просто так, знаете ли, от зари до зари, просто как под всем хозяйством работали, высшим поделом работали, с поля, вечером, все с песнями, особенно женщины, это значит, на выходях ездили. В шесту уже в поле уезжали. И не считали здесь царь, Антония? Нет. Зарод здесь все наметать, так пока не смешат, не уедут, темно уж, до меча, чтобы дождем не промочило. Зарод был уже донатанный. А теперь тукажешь, ясы, смотрит, вот уже. А тогда часов по небу. По солнышку. А такой, значит, закон был, что раз солнышко на закат, значит, окончать работу. Солнце сходит, значит, надо ехать на работу. Причем, ведь он интересный. Я в него очень часто бывал. Вот идешь по дороге, стой, ты стой, Павел Петрович, и он начинает шагать своими длинными шагами, значит, туда подходит, срывает колосок. Ведь другой, вот, значит, вот у него этот индивидуальный отбор, вот этим путем он, по сути, дело создал. Я был директором областного поля. Он нам дал четыре номера вот этой пшеницы. Ну, мы их, значит, сравнили, которые лучше и один пустили, значит, в размножение. Начали производить элиту для всей области. Значит, и вот ко мне эти чиновники придрались, что, знаете, у вас это, ну, одним словом, не по форме. А я говорю, знаете, испытывайте, если она будет хуже, я, значит, тогда извиняюсь. А потом она оказалась на два с половиной центнера выше всех, значит, замолчали. А этих чиновников, ведь, знаете, и он правильно говорит, Терентью Семенович, если бы с одной природой воевать только. Когда уже колхоз организовали, туда уж почти вся деревня, сказать, понимали это дело тоже, что рано сеять не надо. Ну, вот мы долго не сеяли, все, значит, выкрываем, готовим, землю закрываем, благо, телефона, когда ведь не было в районе. Ну, вот сегодня пеший потом вдруг, там, что, почему не сеете, почему не сеете, им там доказывают, что почему не сеете. Ну, дошло до того дела, что прислали к нам милицию. Пять человек милиционеров приехало. Саботаж. Ну, район сеет, а мы не сеем. Кто главный виновник? Полевод. А кто полевод? Мальцев. Ну, что ж, поехали в поле, я повез их посмотреть, вот, товарищи, ветераны еще, вот, видишь, этот обсуд, только-только начинает прорастать. Ну, если посидит, хлеба-то не будет, он задает. У нас приготовлена была уж техника, эти параконные бороны, старые были, новые наделали тогда, на лошадях тогда работали. Ну, собрание совшее собрали. Ну, колхозники прямо сказали, что товарищи, поезжайте, откуда приехали, мы посеем. И колхозники мне дали такой наказ. Вот, товарищ Мальцев, вот тебе вручаем самое, скажем, дорогое, она же сокровище земли. Сумей ее, сказать, держать в порядке, от церняков очистить, чтобы мы были всегда с хлебом. Вот. это доверие я посчитал за большую честь и за все время моей работы я старался этой честью дорожить. ну, ну, куда я единолично жил, у меня было 9-10 земли. Эта земля считалась моя земля. И когда колхоз организовали, земли-то стало много, и я тоже я стал считать, что она моя. Не наша, моя земля. И до сих пор я считаю ее моей землей. Усеем хлеб, растет хлеб, считаю, что это мой хлеб. Уберут хлеб, это уже не мой хлеб, у меня остается земля моя. Вот, мне кажется, вот эти чувства, это чувства. На самом-то деле, это ведь не мое, общее, колхозное. Но у меня вот такие чувства, что это мое. Наше, значит, мое. С ними, сказать, вот с такими чувствами живу. Если через шум молотилки до вас доносятся отдельные слова, вы понимаете, что спор вроде бы идет из-за мелочи, ну, из-за метлитов, за лопат. А на самом деле, спор с факанычем, так называют все в колхозе героя социалистического труда бригадира Александра Факановича Ионина. Так вот, этот спор о сути, не о мелочи, а о хозяйском отношении к мелочам, о том, что в хозяйстве мелочей-то не бывает. Лопат, что не делать? Завтра я тебе метел, лопату привожу. Давай, лези. Ну, надо идти, что, людей, те, которые умеют завораживать лопат. Я уж стар для этого. А вот стар, значит, вот старики здесь что не делать? Нет, нет, не создать людей-то. А вот этих людей-то значит нет. Я говорю, не создать людей-то. Вот этих людей-то тебе не себе нет. Ты же успевай, давай выполняй. И вот все эти споры, все заботы, и большие, и малые, от того, что хлеба нынче много. Его много не только в колхозе заветы Ленина, не только в Шадринском районе. По всей Курганской области, по всему за Уралью, идет богатая жанра. И навряд ли, конечно, вспоминают сегодня комбайнеры, как Мальцев отстаивал то, что сейчас стало нормой, само собой разумеющимся. Как отстаивал он чистые пары и баранование. Боролся за сроки сева, вводил в оборот новые сорта, конструировал безотвальные плуги и бороны со специальными зубьями, а потом ездил на заводы и вместе с инженерами доводил до ума эту новую технику. Ну, а если говорить коротко, просто всю жизнь боролся за хлеб. Боролся трудно, упорно. Вот мы расскажем только об одном небольшом эпизоде этой борьбы. Хотя другие эпизоды были не легче. Вчера я услышал о Терентии Семеновиче Мальцеве сразу после войны. Я так думаю, что-нибудь в 47-48 годах. Тогда мы, украинские агрономы, боролись с внедрением шаблона в земледель. И вот мы услышали, что где-то за Уралом, в далеком Шадринске, есть такой полевод Терентий Семенович Мальцев, который не сильно слушает команды сигналов, которые им подают с района, сеет, когда сам считает целесообразным. И на удивление сеет позже других, пашет по-своему. Позже мы узнали также, что за это непослушание у товарища Мальцева возникли конфликты с районным и даже областным начальством. Конфликты, которые дело дошло до ЦК. И этот неугомонный и упорный полевод добился своего. Продолжал сеет тогда, когда он считает целесообразным. и на удивление всех получал высокий урожай. Ну и решил поехать к нему. Поехать к нему и в чем же дело? Выяснить, почему он столько дает больше хлеба. Ну, когда пришел к Терентию Семеновичу Мальцеву, познакомился с ним, то он первый мне говорит так, товарищ Ефрем, я расскажу вам. А вы за шкуру не боитесь? Я думаю, как за шкуру бояться? Девять лет прошел, понимаешь, девять лет в армии, четыре года, фронт, понимаешь, ничего. Ну, тогда слушай. Начиналось таким образом. Земли были во время войны засорены, потому что трактора мало было, так, и земли были засорены. Овсюк был, и все. Ну, а установка была, значит, и главного агронома области, не помню сейчас, кто был агроном. Он, значит, приезжает сюда, заставляет сеять. Сейте. Есть такое указание, чтобы сеять. Поэтому он послал дворецка, дворецкий агроном, то есть, был производствен, тогда северное управление, северная зона, вот, послал сюда, и он написал статью, такую, в неволодах с агротехникой, от Терентья Семеновича Мальцева. Эту статью я читал и видел. Там даже так часто, в газете, тут почти повторялось, чуть не каждый год, Мальцевы не сеять, все лягушки не захватали. Мальцев ждет, вот, когда лягушки заклакают, тогда он будет сеять, значит, вот, понимаете, вот так вот. Что же делает Терентью Семеновичу? Он, значит, отдал поля все, вот, все эти, как рекомендует дворецкий, как требует Лобанов и запкома партии. А одно поле посеяно уже. Он, значит, бежит, бежит, падет. Женщину заставить, понимаешь, очертите мне. Она очертит, и... Он сам падает? Сам падает. Сам падает, женщина очертит его, и по-своему, этот вот, что он захватил землю, понимаешь, как захватил, по-своему посеет свои сроки. И когда созрела уже, своя полоса у него, замечательно, а тут, кто он мог только отстоять, где пал только сам, и своим телом защитить. Вот пробки такие, как человек выросли, вот, говорят, это мое, а вот это по-дворецкому, который, понимаешь, вот, рекомендовал систему агротехники, какую. Такой был, вот, и я видел это пробки, которые он своим телом защитил. Ну, тут стали приезжать, смотреть, он вел показывать эти полоски. Так это, граном запретил показывать. Выговорит, нечего нам эти полосочки показывать. Там сплошное все, сплошной сорняк, а здесь совершенно чисто, значит. Ну, вот, вот он поехал в ЦК, доложил, значит, эту всю историю. Ну, и после этого, как раз, вот и состоялось решение по Шадринскому району. Тех пор, после этого, никогда не стали принуждать его производить посев, в ранние сроки. Какие, он говорит, вам нужно, в такие сроки посеять. Ну, его-то, а других? А других все-таки заставляли еще. Мы уж к вам, говорят, а другие-то все-таки сейте. Ну, а последние годы уже все. Ну, сейчас несравнимо. Сейчас этого периода, который у нас сейчас, особенно после Мартовского Пленума 65-го года, с тем периодом равняется совершенно невозможно. Ну, в тот период, когда у Мальца возникали конфликты, все-таки в работе сельскохозяйственных органов существовало и такая, я бы сказал, именно, ну, шаблонное такое, несколько, администрирование, которое часто обезличивало специалистов, руководителя колхоза и лесовхоза. поэтому только самые сильные, самые и не только знающие, а имеющие настоящий характер могли противостоять этому, добиться, доказать, как это делал Кирилл 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 Кирилл. Он вообще боится кого-нибудь? Да не особенно. Он ведь очень упрямый. Очень упрямый. В отношении то, что он свое дело знает хорошо, он на этом очень настаивает. Он на своем настоит. Хоть бы кто-то не был. Хоть кто бы не был. Этот человек, я бы сказал, ну, как, как можно сравнить, так выразить его, но это человек несгибаемой воли. Вы не смотрите, что он очень деликатный. Это два качества вполне сочетаются в таких людях, понимаете. Он очень деликатный, но за принцип он будет бороться до победного конца. Ведь его сбивали. Вы помните, был такой период, когда говорили, что ты напрасно занимаешься пшеницей, тут тебе надо заниматься кукурузой, понимаете. И он, знаете, так деликатно говорит, знаете, что, мне 70 лет, тогда уже, скоро мне 70 лет, пусть молодые занимаются кукурузой, они ученые, у них, значит, дорога, пусть каждый занимается своим, а я уже своих 70 лет 50 посвятил пшенице, я с этой дороги сворачивать никуда не буду. когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, тогда исчезнут всякие недоразумения. Как должны думать. вот что было пережито ведь, и вот как старался. Уж этот человек сейчас оценили везде и всюду, и вот так вся страна узнала, и везде еще где-то, так уж по заслуге, правда. Уж что заслужил, то заслужил, уж этого по заслуге, не то, что по какому-то либо другому смыслу. Добивался. Здорово, Ерочка. Здорово. Здорово. Ну, как доехали? Хорошо, доехали. А, бери, вот мы и вернулись к тому дню, с которого начали свой фильм. К 10 ноября 1970 года. Только в такие дни больших юбилеев собирается вся семья. Здорово. Здорово, Вася, здраво. Да, вы что, проходите, здраво. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Василька. Здравствуйте. Здравствуйте. Я все расставлюсь. Прошу. Внимание! Мы снимаем, значит, Василий, так? Сын, так? А дальше кто? Я. Здесь я. А кто ты? Здесь я. А ты кто? Внучка. Это внучка, наверное. А дальше? Внуки, внуки, все внучки у меня. Внучка? Это Василия дочка. Я внучка тоже. Внучка. А затем получается дочка. Деду на колени. Еще сын. Еще дочь. Сноха, сноха. Зять. Зять, зять, зять. Еще не хватает? Вались. Семьи Валентины едут. Через зятя. Еще внука нет самого главного Ивана. И правнука нет. Правнушки нет. Он рядышком тут. Моей внучки нет. А у тебя внучка уже есть? Нет, Ивана-то нету. То есть племянница у меня есть. Ну, да внучки-то ты правы тебе еще. А ну-ка еще раз попытаемся. Так. Мы все с детства не знали, что такое, так сказать, каникулы. Школьные каникулы. И круглое лето все работали. Круглое лето. Как правило. Мы только кончим школу, все на работу. Вот я в первом классе, наверное, училась еще даже. Меня не брали эти девчонки, что ты маленький, ты не сделаешь, там не выпалишь норму, что ли, вот или деньги ломали. Приду к нему, плачу. Папа, ну, меня не принимают, потому что я не выполняю норму. Какую из тебя норму? Ты даром, ты ничего не проси, ты только работаешь. Придуешь, работаю. И вот чем я грязнее приду с работы, чем усталее, прихожу, значит, тем больше он рад. Доченька, ты моя золотая, ты устала, такая грязная, вот молодец, поработала. Хорошо. Точно, и у меня как-то все, и устала сниматься, и как-то даже радостно творила на душе. А вообще, интересно, ругал когда-нибудь детей сильно? Он не ругал, не наказывал, а он, значит, обычно... Молча все. Самым большим наказанием было, что мать ей говорила, я скажу отцу. Ну, если дело доходило, отец, значит, очень редко мать, конечно, передавала, вот, пугала. Если доходило, значит, он вызывал в кабинет и начинал беседовать. Ну, и стоишь, как, так сказать, побитый. Ну, думаешь, возьми лучше рамень. Для меня, значит, как следует, значит, получи. Тогда ты из меня слезы не любьешь, что я как мужчина буду держаться. А тут, значит, обидно стоишь и слезы не можешь держать. А когда бьешь, значит, ты не любишь слезы. А вот мы учились, он нам никогда не вмешивался. И помню, вот однажды у меня двойки запоявлялись в тетради, и учительница принесла папе. Значит, вот, как ваша дочь учится. И он мне ничего не сказал, а только тетрадку, значит, на своем столе, на письменном развернул и поставил. И кто заходит, значит, в тетради. И помню, я два дня ходила, говорю, папа, уберите тетрадь. Ну, как я уберу? Я бы убралась с удовольствием. Ну, и принесли ее. Ну, как я ее уберу? Куда я ее дену? А в тетрадки дошли? Двойки. Две двойки, кажется, было в тетради. Вот такое наказание. После этого у меня двое, кажется, не было. Все спрашивают, ну, куда идти, куда идти, это учиться. Все дети Терентия Семеновича чем-то похожи на него. Но больше всех и лицом, и характером был похож старший, первенец, Костя. В 41-м он окончил 10 классов. Хотел стать агрономом. Были надежды на него. У меня очень большие были надежды на него. Парень был когда-то так. Ну, вот. Не, не. Мне пришлось жить. Костя. 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В этом поле хотел работать сын Константин Не пришлось Но работает дочь Лида, агроном Работает дочь Валя, агроном Работает сын Савва, тоже агроном Работает сам Терентий Семенович Трудится в Заурании, Казахстане, Западной Сибири Тысячи его последователей Людей, поверивших в него А самое главное, творчески развивающих Мальцевские методы работы на земле И вот если бы мы захотели Собрать всех учеников Терентия Семеновича То, наверное, не хватило бы этого поля Когда лучшие люди советской деревни Собрались на третий съезд колхозников Среди них, пожалуй, не было никого Кто не знал бы Терентия Семеновича Мальцева Они встречались с ним На сессиях Верховного Совета Республики И Академии Восхнил На совещаниях и на семинарах Которые Мальцев любит проводить прямо в поле В поле, которому он посвятил всю свою жизнь Дорогие товарищи делегаты Уважаемые гости Мне выпала большая честь Открыть третий колхозный съезд Советского Союза Пройдут годы И люди позабудут Как оно получилось То ли человек получил это имя Как и многие соседи От того, что родился в этом селе То ли село названо так в его честь Фильм наш близится к концу А так и нет у нас рассказа о том Как расстреливали Мальцева в плену А его расстреливали, он чудом спасся от пули Нет рассказа о его встрече с Мичуриным Нет рассказа о переписке с Горьким Нет очень забавной истории о том, как он Где-то в тридцать четвертом году Устроил дегустацию хлеба у себя в деревне Нет настоящего рассказа у нас о системе Вот у нас этого нету Говорят, у вас многого нету Я подумаю И не только этого нет Многого нету Чего не расскажешь Потому что вся жизнь у нас ваша не получилась на пленке Ну как-то вот Нету настроения Ну нету А почему нету, знаете что Вот я чувствую, что я никак не могу вот сказать Как следует то, что хотелось бы сказать Вот в чем вопрос все Вот это не страшно И мне просто вот Будет самому себя стыдно посмотреть на этот На экран Не выходит у меня то, как следует Много бы я мог о тебе поговорить Не выходит Не кляиться Язык у меня знать И такой И такой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok